Продолжение следует... Здесь появляется первая линия завода. Здесь будет краситься алюминиевый профиль. Все оборудование ультрасовременное. Автоматический конвейер, сама покрасочная камера. Ну и, конечно же, печь, где краска на профиле будет буквально запекаться. Эта процедура позволяет краске надежно закрепиться. Все автоматизировано. Управляется со специальной панели. Данная панель обслуживает комплекс покрасочной линии. Тут запускается камера порошковой покраски, где запускаются роботы, напыляющие порошковую краску на профиль. Печь полимеризации – это где профиль проходит запекание при температуре 200 градусов. Аналогов в Крыму просто не существует. Да и в целом по России их единицы. Коммерчную линию можете запустить. Достаточно нажать вот эту стрелочку. Позже из подготовленного профиля создают уже конструкции для оформления фасадов зданий. Технопарк на них и будет специализироваться. Главное – отечественного производства, то есть программа импортозамещения в действии. Собственно, импортозамещение – одна из главных задач открывшегося технопарка. Данная отрасль в России развита не очень хорошо. Причем тут собираются создать закрытый цикл производства. От алюминиевого профиля до сборки готовых фасадных конструкций. То, что мы сейчас на пяти заводах России инструдируем, мы будем инструдировать уже здесь. А это значит уменьшение себестоимости. Это значит намного быстрее продукция выпускается. Дальше, следующий шаг – это литейная. Рядом большой 9 тысяч квадратных метров. Первая линия производства уже запущена. Технопарк по изготовлению алюминиевого профиля объединит порядка 9 резидентов. Продукцию будут продавать в Белоруссию, Казахстан и в другие страны. Таким образом, завод станет крупнейшим на российском рынке фасадов. Работа кипит и не останавливается ни на минуту. Рабочие укладывают асфальт, начальство следит за процессом всей работы, а инженеры устанавливают основное оборудование под названием покрасочная линия. Сейчас специалисты из Турции ведут подготовку к запуску ванн химической обработки. Сюда будут отпускаться алюминиевые профиля, а после очистки и обезжиривания их отправят на линию порошковой покраски, а часть алюминия пойдет на скатку. Бейхан Сивим полжизни провел в командировках в разных странах мира. Вот уже три месяца гражданин Турции работает в Крыму. Устанавливает систему покраски и следит за работой всего оборудования на производстве. С самого детства меня тянуло и интересовало электричество и электроника, поэтому я пошел в эту сферу работать. Сейчас налаживаю данное оборудование. Завод запущен. Пришло то время, когда министр финансов Республики Крым тестирует современный фасад российской разработки. Двери за легкого профиля и крепких раздвижных роликов, хоть и весят 400 килограммов, открывается легко и просто. Данная технология будет изготавливаться теперь не только в Москве, но и в Крыму. Замечательная дверь, видите, легким движением. Руки 400 килограмм двигаешь, как будто бы 3 килограмма, а не 400. И так же легко открывается. Это действительно современная фасадная система. Самое главное отечественного производства, то есть программа импортозамещения в действии. В строительство технопарка инвестор планирует вложить больше 4 миллиардов рублей. На площади 2,5 гектара, помимо самого завода, появится и школа, в которой профессионалы будут обучать начинающих конструкторов и инженеров создавать интересные проекты. Очень большая нехватка специалистов. Вообще всех, начиная от конструкторов, заканчивая монтажниками, руководителями проектом, не хватает хороших специалистов. У нас более 20 лет опыта в этой сфере. Почему его не передать? На предприятии создадут более 300 рабочих мест, а средняя зарплата составит около 45 тысяч рублей. Ежегодно на заводе планируется получать до 18 тысяч тонн алюминиевого профиля. Работу тут будет достаточно много. Только вот линия порошковой покраски в одну смену красит порядка полторы тысячи квадратных метров профиля. То есть этот процесс не совсем быстрый, но достаточно объемный. Полуготовый профиль поставляют с материка. Здесь его красят и придают красивый вид, а после поставляют на разные объекты Крыма и на обустройство набережной Ялты. Мухаммед Зикириев, Аким Бекиров и Дмитрий Низовой. Телеканал Мир. Субтитры создавал DimaTorzok